Обход начался с улицы Новогинской. Ее можно назвать образцово-показательной. Чистая пешеходная зона, много зелени. Но стоило пройти чуть дальше, в завокзальный район, и здесь уже нашлись недочеты. Местные жители жалуются. Путь от мемориала к железнодорожному вокзалу практически не освещен. Эту проблему глава города поручил решить в течение двух недель. На этом же пути должны привести в порядок плитку, покрасить заборы и очистить труднодоступные места. Вычищать надо. Подключитесь сюда. Я смотрю, тут склоны грязные. Собственника этого дома? Ну, давай спасателей подключим. Следить за порядком на улицах глава города призвал и предпринимателей. К примеру, владельцы магазинов шаговой доступности должны ухаживать за прилегающими к их торговым точкам территориями. А таксисты должны забетонировать площадку под стоянку машин. Здесь забетонируйте, здесь тоже можете забетонировать. Наведите порядок и знак поставьте. Такси. На всех улицах в завокзальном районе нужно покрасить заборы и привести в порядок тротуары. Глава распорядился очистить все столбы и ограды от бумажных объявлений. На все работы отвел не более двух недель. Местных жителей и управляющей компании призвали убирать дворы. Жители должны понять, что чистота, благоустройство – это залог на лучшую жизнь. И мы все сделаем для того, чтобы день города мы отпраздновали достойно. Будет много праздников, но праздновать мы должны в красивом, уютном, чистом городе Сочи. В ближайшие недели в завокзальном микрорайоне должны пройти субботники. А перед днем города, его в Сочи отмечают 21 ноября, мэр проведет здесь повторный обход и проверит, как выполнили его поручения. Галина Захарова, телекомпания ФКТ